Фильм латвийского режиссёра Вестура Кайриша «Хроники Милании» накануне пережил премьеру в России. Эта лента рассказывает о судьбе одной семьи на фоне массовых депортаций июня 41-го года, депортаций советских. Фильм открыл фестиваль кино стран Балтии в Санкт-Петербурге, как картину принял российский зритель. Рассказывает наш корреспондент в России Виктория Терентьева. В Санкт-Петербурге мосты традиционно не только разводят, но и наводят, в том числе и между культурами. До субботы здесь проходит фестиваль балтийского кино. Две комедии, две драмы, один документальный фильм и один юбилей на троих. Латвия, Литва и Эстония готовятся отметить своё столетие и представляют свои лучшие фильмы в культурной столице России. От Латвии документальная лента Инары Колманы, Ручс и Нори и ретро-драма Веструса Кайришса «Хроники Милании». Коллеги эстонцы и литовцы предложили открыть именно этим фильмом, потому что тема, затронутая в «Хронике Милании», общая историческая черта для всех наших стран июня 1941-го. В России до сих пор не верят, что это было так, что это был геноцид по отношению к балтийским народам, другим тоже народам. Для нас это зло Сталина и Гитлера эквально. Мы не спорим, кто хуже, кто лучше. Это для нас бесспорно абсолютное зло, что могло с человечеством случиться. Тогда в России очень часто слышат такие мнения, что, ну, там, может быть, какие-то ошибки у него были у Сталина, ну, менеджер-то неплохой. В центре фильма «Хроники Милании» и сама Милания Ванага. Она провела в Сибири 16 лет. Юрист по образованию, журналист и работник радио, потом ссыльная работница на Ресоповале. Позже написала книгу. Автобиография стала одним из самых известных описаний событий времен сталинских депортаций в латышской литературе. В зале – аншлаг после просмотра двухчасового фильма «Дискуссия с автором». Фильм действительно достойный и порадовало, наверное, то, что не разочаровалось действительно, потому что не было показано там одна сторона черная, другая белая или еще, а вот именно вот показана, так скажем, жизнь, которая была. Фильм расширил мои знания вот в этом направлении, скажем. Но мне кажется, что это действительно несколько однобоков все-таки, потому что не верю, что не бывает доброй души, не найдется даже в любых условиях. Фильм тяжелый, серьезный, заставляет вспомнить историю с другой стороны, потому что нам преподносилась одна версия, а сейчас со стороны непосредственно латвийского режиссера, неплохого это, на мой взгляд, происходит совсем другая версия. Тем более, это фильм снят по книге автобиографической, то есть все из прямого источника. Между тем, «Вестурс Кайридж» сейчас работает еще над одним художественным фильмом о Второй мировой войне. На этот раз в новом для себя жанре трагикомедии. Рабочее название картины «Город у реки». Виктория Терентьева, Сергей Смоляков, Латвийское телевидение, Санкт-Петербург.